А там, получается, Москва, Дубай, Дубай, Коста-Рика или нет? Нет, Дубай, Цурих, Сан-Фосе. Дубай, Цурих. А я вот и летал тоже, этот... Ну, я несколько... Первый вариант, это понятно. Москва, Стамбул, Стамбул, Панама прямой. А второй, он периодически уходит дешевле, но по времени дольше, это Москва, Дубай, Дубай, Сан-Паулу и Сан-Паулу, Панама. Вот, но к дубайским авиалиниям меньше вопросов задают, типа, куда, зачем и почему, туркиши, потому что этот начали там. И временами дешевле даже выходит, ну, по времени дольше, конечно. Ну, да, да. Не, ну, лучше всего, конечно, через Америку летать, если... Если виза, если у меня ее нет. Там дешевле, да, там билеты подешевле можно выцепить, но у меня визы-то нет, поэтому я не могу. Ну, да, без виз сейчас тяжело, тяжело летать. Поэтому я кругом. Ну, а вообще, я говорю, я прилетел первый раз сюда в 2014 году, в Коста-Рику. И вообще хотел, мои друзья меня приглашали в 2005 полететь. Я что-то затормозил. Мне говорят, полетели там сейчас, земля дешевая, недвижимость дешевая, сейчас вложимся, потом будем себя чувствовать королями. А я что-то тогда занимался другим бизнесом совершенно. И как-то думал, да ну нафиг лететь на другой конец земли ради каких-то виртуальных этих самых покупок, чего-то там. Вот, и в общем мы не полетели. Окей. Всем привет, это Коста-Рика, и мы встретились с Константином. Сегодня он расскажет, как он сюда попал. Константин, расскажи, пожалуйста, почему именно Коста-Рика? Привет. Потому что мне хотелось найти такую страну, где я бы чувствовал себя комфортно. Изначально, еще в 2005 году, мне друзья предлагали сюда прилететь первый раз для того, чтобы дешево купить недвижимость, землю и так далее. Но я отказался, потому что как-то не поверил вообще, что мне это надо, что это хочется и так далее. Другой бизнес, другие интересы. И где это вообще страна, да? Да, и где это вообще страна, и вообще зачем лететь на другой конец света. Поэтому прошло практически 9 лет, прежде чем я по второму кругу, что называется, решил сюда прилететь. Но вообще в тот момент, уже в 2014 году, уже где-то с года 2012, на самом деле, я стал путешествовать не ради того, чтобы просто отдыхать, там, загорать, лазить по горам и так далее, а найти такое место, где можно было бы в любое время года прилететь, в любой, ну, по погоде, да, отдохнуть, искупаться, позагорать и так далее, и так далее. Я стал целенаправленно летать по разным странам, вот, и мы облетели с супругой, с ребенком, наверное, ну, стран 15 в разных локациях разных континентов, да. То есть я был в Уругвай, был в Аргентине, был в Колумбии и так далее. И после этого, вот, одной из следующих стран была Коста-Рика. Но ты только латиницу летал, а Азию не летал? Азию летали тоже давно еще, то есть Таиланд, там, Бали, там, все вот эти вот, Индия, туда-сюда, но это все, как бы, Азия меня никогда не перелещала. Ну, Европу тоже я, как бы, все объездил, но изначально там климат не тот, вот. Ну, а Мексика, там, Куба, вот эти все направления, они мне очень нравились. И вообще на этой стороне Земли, мне кажется, по-другому дышится, по-другому чувствуется энергетика. То есть Мексика вообще по-другому, чем Коста-Рика? Нет, я имею в виду, вот, это вся сторона Земли, вот так, где Северная и Южная Америка. Я в Америку много летал, в разные, там, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, там, Майами, то есть в разные города, в разные части Америки. Там тоже, как бы, другой вайб совершенно, другая, как бы, такая ситуация. И вот, я имею в виду, от Европы очень отличается, от Азии отличается, от Африки. Ну, Северной, я там, там, Северной только Африки был, на Южной Африки, на Югу, в Юаре я не был. Вот, ну, Африка меня тоже никогда не перелещала особо. Ну, и таким образом, вот, Коста-Рика в 2014 году первый раз сюда попал, и сразу зашла страна тем, что очень классный океан. Я был сначала на Тихом океане, да, на побережье, и там прям шикарная вода, теплая, чистая, никаких водорослей, никаких вот этих вот... Белые пляжи. Пляжи разные, да, был с белым песком, но есть и с желтым, есть и с черным, и с серым. Здесь вулканическая страна, поэтому пляжи разные на любой вкус. Но, да, мне, конечно, больше нравятся такие белоснежные пляжи с белым песком. И вот здесь есть такой пляж, Плая Кончаль, очень известный и, в принципе, популярный курорт. И вот с него у меня началось знакомство с Коста-Рикой. Вот, поэтому погода... Были мы в январе. В январе, соответственно, идеальный сезон здесь. Это максимальный, как бы, сухой сезон, максимально высокий с точки зрения туризма. Вот, то есть и вода уже теплая. Ну, вода здесь всегда теплая, круглый год, как выяснилось. Вот, но вот, например, от Ру-Гуа этим сильно отличается. Потому что в Ру-Гуае как раз проблемка в том, что очень короткий купальный сезон. А ты сам откуда? А сам я из Москвы. Сам я из Москвы, да. Жил, работал в Москве долго. Так вот, после того, как мы сюда приехали, мы дальше решили сюда более серьезно подготовиться. И уже приехать с документами, подаваться на ВНЖ и все дела. Покупать здесь какую-то недвижимость и легализовываться уже официально. Для этого здесь есть все необходимые условия. То есть здесь довольно простая процедура легализации. То есть, в принципе, есть разные варианты. Можно, естественно, купить недвижимость, как во многих странах. Здесь порог небольшой, порядка 200 тысяч долларов. Сейчас, может быть, подняли буквально последний год. Но вот в те годы это было 200 тысяч. И второй вариант очень популярный. Ну, если не берем там рождение детей, выйти замуж там или жениться. А именно вот по инвестициям здесь есть такой ориентист. Это принцип, это когда ты кладешь деньги на счет в банк местный, и тебе ежемесячно обратно их выдают. То есть это некая гарантия, что ты будешь здесь более-менее хорошо жить. Это всего 60 тысяч долларов на семью. Причем это может быть и двое детей, и один ребенок, неважно. То есть считается двое взрослых, ну и дети до 20, по-моему, трех лет. Вот. Соответственно, на семью вот это 60 тысяч долларов кладешь в банк и получаешь БНЖ. А семья должна быть обязательно в браке или, может, в гражданском? Нет, семья должна быть обязательно в браке. Должны быть документы. Все эти документы надо постелить, переводить, справку о несудимости брать из России. Соответственно, документы о рождении, свидетельство и, соответственно, о браке. Окей. И через сколько лет человек может получить гражданство в Коста-Лике? Гражданство здесь можно получить через 7 лет проживания. А БНЖ можно получить буквально через 3-4 месяца, но здесь не надо жить в это время. То есть здесь важно что? Приехать, подать документы. Ну, находиться, естественно, легально. А легально русские могут находиться с русским паспортом здесь 90 дней. Без виз, без всего. То есть не надо ничего заранее. Только обратный билет. Ну и, соответственно, бронирование отеля там или дома и так далее. Вот. И все. И можно уехать. Подав документы, можно уезжать и уже ждать удаленно решения. И потом приехать здесь, сдать пальцы, отпечатки. Ну и, собственно, все. И получить БНЖ. Банковский счет тяжело здесь открыть? Не резиденту? С банковским счетом, да, есть определенная сложность. То есть если ты турист, здесь, в принципе, один банк национальный, который открывает туристам. Именно просто с русским паспортом счет. Но там есть ограничения по количеству денег, которые ты можешь туда внести. Вот. А в других банках не откроют. Для того, чтобы открыть счет, надо подать документы на БНЖ. Там будет какой-то другой тип проживания. Сейчас беженство многие используют. Вот. Но, в принципе, это все помогают делать юристы, когда ты подаешь на БНЖ. Можно подавать самому. То есть здесь не обязательно. Но для этого лучше знать надо испанский язык. Потому что чисто с английским здесь это сделать будет невозможно. Ну, тем более только с русским. Поэтому если испанский как бы хорошо знаешь, то без проблем. Тут вообще говорят на английском или только на испанском? Здесь говорят на английском, потому что страна туристическая. Здесь много отдыхающих из Америки, из Канады. Поэтому английский, да. Но, опять же, все госслужбы, все документы, естественно, идут только на испанском языке. Потому что государственный язык испанский. А так в столице и во всех туристических зонах, да, конечно, английский знают. И, в принципе, его достаточно, чтобы общаться, бронировать жилье, покупать еду и так далее. На сегодняшний день, значит, ты резидент Коста-Рики? Да, на сегодняшний день я резидент Коста-Рики, но не гражданин еще. Потому что для гражданства надо как раз жить. То есть они по въездам-выездам считают количество дней, проведенных именно в Коста-Рике. И там суммируются где-то у них компьютеры. А документы ты сделал, значит, по инвестиционной программе? Да, все верно. Ты вложил в землю или в недвижимость? Я вложил в землю, на которой потом построил недвижимость. Но, в принципе, и здесь, опять же, я покупал апартаменты уже в готовых домах. Здесь строятся довольно приличного качества многоэтажки. Они сейчас и в Сан-Фасе активно строятся, то есть в столице. И как раз в этих местах близко к океану именно туристическое направление – это Дуанакастер. Поскольку Коста-Рика омывается двумя океанами, соответственно, Тихоокеанское побережье более развитое, оно более приспособлено для туризма, для проживания и так далее. Инфраструктуру я имею в виду. А Карибское побережье, оно такое максимально бедненькое. И там в основном любят отдыхать тот, кто… Любит дикие пляжи? Да, экологический туризм. То есть это гостиницы без телевизоров, без кондиционеров, там только фэн на потолке и, соответственно, максимальная такая близость к природе. Там можно даже в некоторых отелях таких дешевых на дамаках прям спать, на улице, потому что погода позволяет здесь, в принципе, когда дождей нету. Главное, чтобы тебе не заползли муравьи, а так, в принципе, дамаки используются очень популярно. А вот твоя инвестиция на сегодняшний день, насколько она выросла? Моя инвестиция выросла практически в три с половиной раза. За сколько лет? Ну, это получается за почти десять лет. Девять лет. Точнее, девять лет. Но на самом деле здесь после 2008 году был мировой вот этот кризис, он здесь сильно тоже затронул эту страну, потому что здесь очень много американского бизнеса, здесь очень много американцев. Американцы здесь основные и туристы, и организаторы бизнесов разных. И поэтому вот эта проблема 2008 года здесь очень серьезно, скажем так, повлияла на внутреннюю инфраструктуру. То есть цены резко попадали. Ну, недвижимость, вот как в Америке все было, то есть был вот этот пузырь, видно, до этого. И, соответственно, вот он лопнул, и сюда докатилась эта волна. Поскольку страна не американская, ну, то есть она, естественно, независимая официально, то восстановление экономики тоже замедлилось. Поэтому еще в 2014 году здесь цены были очень низкие. Ну, по сравнению с сегодняшним временем. И на недвижимость, и на землю, и на готовое. Ну, и стройка была дешевле и так далее. Поэтому, по большому счету, это был, на самом деле, очень удачный период для того, чтобы сюда приезжать, инвестировать деньги. Но и сейчас, если мы посмотрим на мировую ситуацию, на самом деле то же самое. То есть, в принципе, многие страны, ну, так скажем, с опережающим, да, индикатором растут. И за счет этого растут и цены в том числе на недвижимость. И вот, на мой взгляд, сейчас Коста-Рика чем становится интереснее, потому что здесь очень много именно современного модного жилья начинает строиться. То есть, все-таки, Коста-Рика отстает, скажем так, от европейских тенденций, ну, само собой, от Америки, само собой, от Москвы отстает по развитию. Причем, на моем уровне, я думаю, это лет на минимум 7-10. То есть, так, серьезное отставание. Вот, за счет этого сюда чуть позже пришли новые вот эти технологии. То есть, всегда была развита, естественно, стройка домов одиночных, там, там, хаусов, домов. А вот эти многоэтажные башни, там, по 20-30 этажей и так далее, со всей инфраструктурой, включая, там, бассейны, кинотеатры, спортзал, рестораны и так далее, и так далее. То есть, вся вот такая гостиничная инфраструктура, здесь это новинка. То есть, здесь это начало появляться буквально в последние 3-4 года, вот так активно. А до этого, еще раз говорю, это все-таки была больше такая индивидуальная застройка, либо такие невысокие дома, там, ну, 5 этажей, там. А сколько здесь максимально можно строить, потому что же здесь рядом вулканы? Ну, наверное, это все зависит от действительно местоположения. Но я, на самом деле, ну, вижу те проекты, которые вот сейчас мы рассматриваем, они все многоэтажные, то есть, там, 25 этажей, ну, около 20, чуть больше 20. То есть, больше 30 они не строят? Ну, нет, есть в каких-то местах, где, видно, фундамент позволяет делать такие, они строят и около 30 этажей. Но, может быть, такой нет целесообразности, прям уж строить слишком вверх. Здесь все-таки не такая дорогая земля, как на Манхэттене, поэтому, вполне возможно, здесь такого и нет смысла. Но, по крайней мере, вот эти многоэтажные современные комплексы, где, вот, еще раз говорю, вся инфраструктура удобная для жизни и комфортная, она здесь начала развиваться буквально последние 4 года. Ну, ковид, опять же, повлиял на развитие, да, то есть, затормозил весь мир. Здесь тоже это сильно затормозило, хотя здесь никто практически не болел. Но, все равно, общие правила, что там ограничили количество рабочих часов, посещение офисов, посещение магазинов, даже посещение пляжей, и то запретили, хотя здесь пляжи, в принципе, в Коста-Рике, они очень пустые. То есть, вообще, выходишь на пляж, причем такие, ну, современные популярные места, где там, не знаю, там, фламинго, например, или там, плайогранды, людей мало. Ну, по нашим представлениям, как мы привыкли Турцию смотреть, например, да, пляжи, там, не говоря уже о Сочи, то здесь пляжи, можно сказать, пустые. То есть, между людьми, может быть, не то, что там 3-5 метров, там, может быть, и 50 метров между людьми на пляже. Может, там акулы плавают или какая-то живность в воде? Нет? Не-не-не, просто, на самом деле, здесь население всего 5 миллионов человек. Ну, наверное, туристов, конечно, порядка в сезон, наверное, миллиона 2-3 приезжает. Вот, но они все-таки рассредотачиваются по всей стране. Пляжей много очень, они все действительно очень интересны, то есть, они не похожи друг на друга, я имею в виду по береговой линии, по волнам, то есть, есть пляжи для серфа, есть пляжи с тихой, такой спокойной волной, есть для вот этого подводного плавания, с дайвинга, да, те, кто любит там для охоты подводной и так далее. Ну, то есть, разная, ну, природный, как бы, ландшафт, он диктует разную, как бы, природную составляющую, и это очень клево. Поэтому люди, так скажем же, рассредотачиваются по всей территории. Кто-то любит, опять же, горы. Здесь, опять же, для туристов очень популярны вулканы, и там термальные источники, соответственно, там есть много гостиниц, где есть вот эти термальные ванны, вот эти спа-процедуры и так далее. И действительно, там тоже очень красиво, и совершенно другой климат, там более такой попрохладнее, потому что на побережье это 30-33. Круглый год. Практически круглый год, да, только бывают дожди или нет дождей. Вот, а в центре, вот в горах, там 25-20-22. Ну, то есть, комфортное для вот такой... Ну, там тоже дожди или нет? Ну, дожди, здесь сезонность, она такая, что примерно с мая по конец октября это сезон дождей. Но вот сейчас у нас сентябрь, но дождики бывают там, ну, час идут, ночью идут. Там во второй половине дня, после двух-трех часов, начинаются такие сильные ливни, они быстро проходят, все тут же высыхает, потому что температура не падает. Ну, там на 1-2 градуса она снижается от дождей. То есть там стало 28-29, все очень быстро высыхает. А здесь, в Сан-Хосе, опять же, климат тоже немножко другой. Он окружен горами со всех сторон. За счет этого другой микроклимат. И здесь температура круглый дот в районе 25, плюс 25. Очень комфортно для жизни, можно даже без кондиционеров жить. Вот я сейчас живу в современном здании. Полтора года назад был здан. Я живу тут уже год вообще без кондиционера. То есть окна открываю, ночью плюс 18, плюс 19. Очень комфортно. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверитесь в компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на представлении экстренной медицинской помощи и лечения за рубежом для русскоязычных граждан. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известными своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. Пять причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Встреча или проводовый рапорт на автомобиле реанимации. Третье. Сопровождение психологом, владеющим тремя языками. Английский, русский, испанский. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги с опытом реконструктивных операций. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов, компенсации расходов и скидки на авиаперелеты. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи за границей, доверитесь к компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Ты начал про недвижку. Интересно. Вот ты живешь в новом ЖК. Сколько стоит? Все готово уже? Подключи, заезжай и живи. Будет апартамент стоить? Ну, средняя цена апартаментов один бедрум, то есть это спальня плюс гостиная с кухней, да, совмещенная. То есть по-нашему это двухкомнатная квартира, как мы в России предполагаем. Ну это сколько квадратов сразу по квадратам? Ну это может быть квадратов 50, 45-50 квадратов. Здесь очень маленьких квартир практически не бывает, то есть меньше вот 45 практически не встречаются. Это будет стоить порядка 800-900 долларов в месяц, но без мебели. Если с мебелью, то есть полностью мебель и кровать соответственно, то есть мебель имеется в виду и кухонная и так далее, это все дополнительно должен завозить каждый арендатор. Поэтому если с мебелью, надо накидывать еще примерно 150-200, то есть соответственно около 1000 будет стоить с мебелью вот в таком однокомнатном, ну двухкомнатном по московским меркам, однокомнатном по местным, ну с одной спальней. И в этом ЖК имеется все, там бассейн, фитнес. Да, там есть бассейн, фитнес-зал, кинотеатр, игровая комната для детей, там плейстейшены, там есть рестораны, там есть зоны барбекю, где можно готовить с друзьями, встречаться на углях, вот еду у них это очень популярно на самом деле здесь как бы. Вообще мне немножко близка Латинская Америка, потому что вот мы в России немножко похожи ментально с ними и, ну скажем так, резко отличаемся от тех же европейцев или американцев, потому что здесь любят, во-первых, семейные праздники собираться там на Новый год, ну вот у них здесь Пасха еще такой традиционный семейный праздник, на Пасху, на Дни рождения. То есть сюда собирается несколько поколений, то есть это и бабушки, дедушки, родители, дети, там внуки и так далее, так далее. Это у них очень популярная традиция. Второе, они очень любят шашлыки и пиво, то есть вот они выезжают, только мы выезжаем в свои там подмосковные леса, условно говоря, на дачу, да, или там на озеро, на речку. А здесь выезжают на океан. То же самое с мангалами, с этими баклажками пива, с семьями, с детьми и так далее. Все вот так вот выезжают на океан и там прям жарят тоже эти шашлыки, еду, там тоже очень любят мясо и так далее. То есть у них это прямо тоже национальная такая традиция. Вот этим вопросом они нас очень напоминают, то есть такое вот отношение более такое дружелюбное, более такое вот компанейское между людьми в том числе. Вообще костариканцы очень дружелюбные. Они такие веселые, они не злые абсолютно, любят туристов, иностранцев. Я имею в виду, хорошо относятся, причем к русским относятся тоже очень абсолютно положительно, даже вот сейчас, несмотря на то, что они, естественно, знают ситуацию и смотрят новости. Здесь об этом все тоже говорят, но никакого там негатива или каких-то вещей вообще не присутствует. То есть все очень нейтрально, позитивно. Мы ассоциируемся у них на одном уровне, даже чуть лучше, чем американцы, потому что к американцам они немножко так с недовольствием относятся, потому что считают, что они здесь эксплуатируют. Знаешь, вот гринго их называют, и немножко такое есть у них, такое неприятие. Не то, что они их там грубят или не уважают, но такое. У меня много здесь просто друзей, американцев, канадцев. Мы когда с ними общаемся, и вот с костариканцами видим, что они их немножко так недолюбливают. Вот, а мы когда говорим, что мы из России, русские и так далее, вообще такие, о, Россия, это прям... Масхаев. Да, 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 и все очень любят. Многие, кстати, учились в России, костариканцы, вот в университете дружбы народов, очень много костариканцев. Еще в советские времена училось много, костариканцев тоже приезжали в Советский Союз. А сейчас отправляют их учиться? Да, 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 отправляют, и сейчас едут учиться, и не только в Москву, там вот я знаю, кто-то в Воронеже учился, костариканцы, учились в Екатеринбурге костариканцы. И, по-моему, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, в Краснодаре где-то, ну, по крайней мере, в Краснодарском крае, может быть, в Ростове, не знаю, точно не помню. Но вот точно знаю, что вот Воронеж, и помимо Москвы, и Екатеринбург, да, там учились. Это вот сейчас современное молодое поколение. Чтобы закрыть тему недвижки, вот ту квартиру, апартаменты, которую ты описал, а если человек хочет купить, сколько она будет стоить? Ну, тут зависит от того, на каком этапе ты покупаешь. То есть, если это уже готовый построенный дом, и все уже введено в эксплуатацию, естественно, цена становится максимально рыночной. Вот. И в зависимости, опять же, от местоположения самого дома, потому что здесь, естественно, как и в любом столице, в любом городе, есть престижные районы, есть более развивающиеся районы, но есть опасные районы, да, где, ну, особо там и не строят ничего такого современного хорошего. Но все равно есть примеры, когда посреди такого, скажем, не очень богатого района построили хорошее жилье. Ну, в смысле, хорошее вот такое вот кондоминимум со всей инфраструктурой и так далее. Но по факту ты находишься внутри вот этого, ну, так сказать, замкнутого пространства, потому что в прямом смысле он огорожен забором, да, там есть вся инфраструктура, но выйти прогуляться в город, ну, не особо комфортно, потому что вокруг прям беднота. Естественно, в таком месте будет дешевле стоить. Ну, в цифрах примерно. Ну, это может быть стоить порядка 100-110 тысяч долларов за одну такую квартиру. Соответственно, если район более престижный, где уже можно спокойно выйти погулять по окрестностям, или это будет, и приятно, и безопасно в том числе, то это будет стоить уже около 200 тысяч. То есть практически в два раза цена меняется просто от того, какой район. Вот иммигранту, чтобы не попасть на долгострой, как выбрать недвижку для покупки? Ну, надо обращаться. Надо обращаться к тем, кто здесь живет, кто давно уже здесь этим занимается. И мы рекомендуем именно те места, которые максимально будут удобны, исходя из тех потребностей, которые ставит перед собой клиент. Потому что здесь многие ставят задачу не жить постоянно, а купить как инвестицию и сдавать. Почему? Потому что здесь, еще раз повторю, очень много иностранцев, и работающих, и приезжающих отдыхать. И эти иностранцы с деньгами, потому что они приезжают из США, из Канады. Это две основные страны. Да, из Европы тоже сюда прилетают. Там и Швейцария, и из Франции, из Испании, Италии. Но это все-таки меньше. А вот из США и из Канады прилетает огромное количество туристов. То есть ежедневно там по несколько, наверное, десятков рейсов. И поэтому им очень комфортно в том числе жить не только в гостиницах, но и в апартаментах. То есть это принято здесь снимать, в том числе в долгосрок, на месяц, на три месяца, на полгода и так далее. Ну, естественно, там и год и более. Соответственно, эту недвижимость очень выгодно потом сдавать. Потому что стоимость в среднем одной ночи начинается от 80 долларов. Ну и, соответственно, растет там и 100, и 120, и так далее. Все равно это становится выгоднее, чем гостиница, потому что, ну, больше площадь, а все те же инфраструктурные моменты присутствуют. То есть это и бассейны, и спортзалы, и так далее. Ну, единственное, что за еду, естественно, надо платить. Ну, гостиницы тоже, если там bed and breakfast, это одна цена, если там все включено, это другая цена и так далее. Поэтому здесь это очень популярно именно сдавать. Местные тоже, на самом деле, многие арендуют, я имею в виду, те, кто приезжает на работу. Ну, если мы говорим, допустим, о Сан-Фосе, как о столице, то сюда приезжают и туристы, и те, кто работает. В том числе из регионов, старики свои же, и они тоже снимают, потому что здесь принято снимать. Здесь вообще транспортная логистика не очень, конечно, развита. Здесь есть только автобусы, ну, такси, соответственно. Но такси дорого, на автобусах не очень удобно ездить, потому что маршрутная сетка не очень такая удобная. Поэтому люди стараются жить вместе, где рядом работа, рядом с офисами. А поскольку офисы находятся в нормальных центральных престижных районах, то, соответственно, вокруг них строят те самые кондоминимумы, которые пользуются спросом для аренды тех, кто потом работает в этих вот местах. А здесь, опять же, за счет того, что выгодное налогообложение, и, кстати, недвижимость здесь тоже под очень низкий процент облагается налогом, то ее выгодно просто владеть, и это не очень дорого стоит. То многие здесь снимают жилье. То есть не покупают местное, а именно снимают. То есть это здесь такая тенденция абсолютно типичная. Ты так много рассказал про недвижимость. Ты здесь чем занимаешься? Ты риэлтор? Я не риэлтор в таком прямом смысле, но я помогаю инвестировать людям, особенно русскоговорящим, потому что сейчас есть определенные сложности и проблемы как с выводом денег за рубеж, так и приобрести что-то выгодное с точки зрения инвестиций. То есть еще раз повторю, не обязательно жить самому, а именно вложить деньги так, чтобы они тебе приносили доход. Плюс в случае необходимости всегда можешь приехать пожить, опять же, повторю, это страна, где постоянно климат теплый. То есть здесь круглый год можно купаться и загорать. Поэтому в любой день, в любой месяц ты можешь сюда приехать, сам пожить в своей же недвижимости. Ну и потом ее можно перепродать, в конце концов, если становится она там неинтересна или какие-то другие планы меняются и так далее. Поэтому я помогаю инвестировать именно тем, кто хочет сохранить свои деньги и приумножить. Потому что все-таки недвижимость это такой стабильный источник сохранения, потому что инфляция растет, растут цены на жилье, растут цены на стройматериалы, все равно недвижимость тоже начинает расти вместе с инфляцией. Поэтому, как правило, ты не теряешь деньги, если инвестируешь в бетон. Ну, главное, чтобы тот район, куда ты инвестировал, не стал потом небезопасным, потому что цена упадет вниз. Нет, нет, нет. Здесь же, еще раз говорю, строятся вот такие современные кондоминины в тех районах, где, еще раз говорю, либо есть офисное пространство, а там бренды мировые размещают свои офисы. Потому что, еще раз говорю, здесь многие представители практически всех известных американских брендов, айтишных, они здесь присутствуют. Здесь и IBM, Apple, и там Facebook и так далее. То есть здесь есть свои офисы, потому что они работают на регионы, вот Латинской Америки и Коста-Рика, видно, это мое мнение, ниже налогооблагаемая база для сотрудников. И, соответственно, здесь они нанимают местных для того, чтобы меньше платить просто с зарплаты. Поэтому здесь очень развитые офисы именно брендов американских, которые сюда перевозят свои. Ну, часть именно американцев сюда приезжает и набирает на среди местных. Просто я имел в виду, чтобы не было такого живого примера, как вот в Калифорнии красивые улицы и так далее. А потом начали мародерство, и недвижко стало в цене падать, магазины стали закрываться, те же бренды. Не будет ли здесь такое, в каком-либо районе? Ну, я думаю, вряд ли. Тем более армии нету. Да, армии здесь нету, здесь действительно есть только полиция. Но мне сложно так говорить, конечно, за какую-то глобальную ситуацию. Но мне кажется, вряд ли, потому что уже эти районы, они как бы природы... Ну, то есть здесь либо реки, либо горы, они так или иначе формируют ландшафт. И за счет этого, еще раз говорю, ну, вот эти районы, они помимо вот чисто человеческих каких-то границ, имеют такие вот природные моменты. Ну, как река, например, да, или там какой-то каньон идет, или какая-то природная тема. И поэтому уже вот эти районы, они определенным образом заселены. Наоборот, здесь есть обратная тенденция, когда часть людей, местных, да, бедняков, они занимались самозахватом. Ну, то есть территория, ну, просто земля. Здесь же, в принципе, нужно просто навес какой-то, и можно жить. Шалаш. Да, 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 здесь стены и пол даже не нужен. Здесь многие живут с земляными полами. Это, конечно, трэш, но вот местные так живут. Вот, потому что климат позволяет. И было много самозахвата из земли, когда просто строили без всяких разрешений, извините, говна и палок, вот эти вот дома. Естественно, это бедняки. И они обросли вот такими районами, их вот, в Бразилии их называют фавелами, да, здесь такого прямо уж нет глобального, но типа фавел тоже присутствует. Вообще, наверное, в любой латиноамериканской стране, по крайней мере, я везде их видел, и в Аргентине, и в Уругвай, и в Колумбии, везде эти фавелы присутствуют. Вот, здесь они в меньшей степени, потому что людей просто меньше, но, в принципе, они есть. И вот сейчас государства вот с этих земель, их, ну, там, где они уже близко подошли, вот, развитие городов, где вот эти вот офисные и центральные места расширяются, они как раз сносят вот эти незаконные постройки, и на них, на их местах начинают возводить вот эти современные жилые комплексы. Вот, но как раз они, как бы, отодвигают вот эту бедноту в края, как бы, города, в края... Вообще, на самом деле, здесь Сан-Хосе окружен другими городами, они просто срослись друг с другом, и я поначалу вообще думал, что это один и тот же город, просто имеет разное название района, ну, как вот в Москве, да, там есть Бирюлево, там есть Химки, ну, Химки сейчас еще не Москва, ну, есть вот эти... Ну, они сами по себе пока. Да, но вот здесь то же самое, то есть срослись, как вот есть Балашиха, это вроде как не Москва, Химки не Москва, но они, ну, практически... Рядом, да. Да, рядом, если еще не было бы кольцевой дороги, ну, такой гипотетической границей, да, между, типа, Москвой и Московьем, то здесь то же самое, дороги такой нет, никого объездной, поэтому города срослись. Здесь есть город Иредия, здесь есть, соответственно, собственно, Сан-Хосе, есть Санта-Ана, это все другие города, Сюдат-Колонн и так далее, но они настолько, еще раз говорю, близко расположены и настолько все вместе друг с другом находятся, что ощущение, как будто ты находишься в одном большом городе, а все это вместе, а вот вокруг нас это горы, то есть это вот все вокруг горами окружено, за счет этого здесь вот свой микроклимат не очень жаркий, и мы не находимся очень высоко над уровнем моря, здесь нет никакого вот этой высоты, я не знаю, сколько, я, честно говоря, даже не, ну, по-моему, здесь максимум 500 метров, что-то такое. Если нужна помощь по подбору недвижки и куда инвестировать, обращайте, ссылка в описании. Костя сказал 10% скидка по пробокоду Кожан. Однозначно, будет внизу мой e-mail адрес, можете писать напрямую, и я обязательно помогу. Окей. Подскажу по-любому, по крайней мере. Недвижку мы купили, лечиться где будем, что-то здесь с медициной. Хороший и правильный вопрос. Медицина здесь тоже очень высокого уровня. Почему говорю тоже? Потому что американцы стараются здесь для своих, опять же, экспатов, туристов создать определенный уровень качества жизни, и они сюда все технологии, все оборудование и так далее сюда поставляются. Оно здесь не дешевое, но дешевле, чем в США, намного дешевле, чем в США. И, соответственно, здесь очень развит у американцев именно медицинский туризм. Когда они прилетают в Коста-Рику полечить зубы, сделать пластику, какие-то такие лечебные моменты, связанные с улучшением, скажем так, своего внешнего вида и состояния здоровья. Поэтому все врачи говорят по-английски, в том числе, ну, само собой по-испански. У них у всех дипломы, которые международно признаны, они, в принципе, могут работать и в США, и в Европе. То есть это единая система медицинского образования, здесь она на очень высоком уровне. Есть здесь и бесплатное образование для местных и для тех, кто получил ДНЖ. В принципе, есть ежемесячный внос порядка 14 тысяч колонн. Это, ну, где-то 3 тысячи рублей, получается. Ежемесячно 3 тысячи рублей. Да, да, 3 тысячи рублей ежемесячно. Это на государственной поликлинике, на государственной больнице, чтобы ты мог обращаться как бы бесплатно в случае чего. Естественно, там немножко другая, ну, то есть очереди, другое, так сказать, обстановка, обслуживание, но качество лечения все равно хорошее. То есть, опять же, все медикаменты хорошие, оборудование в больницах присутствует и так далее. Ну, просто очереди надо записываться, ожидания. Ну, как в России мы тоже к этому привыкли, что надо иногда за месяц записаться на прием к какому-то врачу. Я, как иностранный турист, могу вот эти 3 тысячи рублей оплатить и пользоваться или нет? Нет, нет. Это только если ты уже получаешь ДНЖ, то есть какой-то местный статус. А так ты по страховке лечишься. А если вот я не имею страховку, я здесь в Коста-Вик? Тогда идешь только за деньги. Только за деньги. Бесплатно мне никто помощь не окажет. Ну, экстренную, естественно, окажетесь, не дай бог, попал в аварию или в сердечный приступ. Конечно, тебя возьмут в любую больницу, отвезут и вылечат. Счет потом не выставят? Ты знаешь, у меня был такой знакомый. Да ему выставили счет, но он их не оплатил, с ним ничего нет. То есть, никто его в тюрьму за это не посадил, ничего. Ну, конечно, счета не выставляют, но ничто, ну, как сказать, в тюрьму за это не сажаются. Сори, денег нет. Да, да, именно так он и сказал. Сори, нет денег, и все. Всем спасибо. Да, да, и он улетел без проблем-то всего. На границе никаких проблем не было. Никаких не было, да. Твои советы. Что ты рекомендуешь людям, которые думают о переезде в Коста-Рику? Советы. Ну, совет, как минимум, сначала сюда один раз прилететь, увидеть своими глазами все, потому что я могу рассказывать, кто-то другой может рассказывать, но у каждого свой вкус, свой взгляд. Кому-то подходит вот такой стиль жизни, кому-то подходит именно такая температура. На семь лет назад откатиться же надо, ты сказал. Ну, где-то, да, надо привыкнуть к тому, что не все, может быть, вот услуги связаны с особенно мобильными, да. То есть связь не везде там, может быть, хорошо ловит. И, ну, в целом вообще, вот, скажем, приложения, да, определенные работают, ну, не так комфортно, как в России, как в Москве, в частности, да, особенно банковские приложения. Ну, я считаю, здесь вообще Москва просто лучше всех презентует такого рода сервисы. Вот, но здесь тоже есть, естественно, у каждого банка свое приложение. Оно, в принципе, вполне себе рабочее, может быть, не такое удобное и так далее, но, тем не менее, оно рабочее. Также здесь есть все эти Uber, то есть заказ такси, тоже все рабочее, машины приезжают, там... Доставка еды. Доставка еды, доставка продуктов, все это есть, поэтому все работает. Ну, может быть, не так быстро, может быть, не круглосуточно, как в Москве, но работает. Хорошо, а чтобы помочь нашим зрителям, скажи, пожалуйста, три минуса Коста-Рики. Три минуса Коста-Рики. Я скажу все-таки, наверное, дороговизна, потому что здесь жить дорого. Это жить как в Москве, вот ни разу не дешевле. То есть, если кто-то думает, что сюда приехал, я вот там, типа, в маечке, в шортах буду ходить. Шалаш построил и все. Шалаш построил, нет. На самом деле, жизнь здесь дорогая, то есть, какие-то продукты стоят дороже, какие-то дешевле, бензин дороже, естественно, чем в России стоит. А без машины здесь вообще очень сложно. Я еще раз говорил, здесь транспортная доступность очень неудобная, автобусы неудобные. Метро нет. Метро нет, естественно. Ну, тут есть одна или две линии, типа, таких вот поездов, там, два-три вагончика такие ездят, типа электрички, но они ходят буквально два раза в сутки, утром и вечером, что там людей на работу, с работы отвозить. Ну, то есть, в течение дня ты на них опять же ездить не можешь. И за счет этого, в целом, это абсолютная стоимость, равная в Москве. То есть, не дешевле будет на круг проживание. Поэтому это, я считаю, определенный минус, потому что многие ожидают, что все-таки здесь как-то более дешево и так далее. Второй вот минус, то, что транспортная доступность не в лучшем виде, соответственно, надо иметь обязательно автомобиль, ну, либо арендовать, либо покупать. А машины здесь тоже дороже и дороже. Ну, сейчас в России уже, наверное, переплюнули по ценам, а вот если брать, там, скажем, до 2020 года, да, то здесь цены были выше процентов на 20-25. Иностранцу продадут машину вот мне? Да. Резидентом не надо быть? Не надо быть. Машину продадут и в салоне, и частное лицо, и так далее. С машиной здесь вообще очень классно, потому что нету никаких вот этих документов, удостоверяющих право собственности. Все это виртуально, и, в принципе, самое главное иметь страховку, вот эта осага-то машина. И все, ты ее купил и ездишь. Передать ключи можешь абсолютно любому родственнику, другу, знакомому и так далее. А не надо, чтобы в этой страховке прописан кто-то был? Ничего не прописан. Все страховки, да, они как бы для всех действуют по умолчанию, поэтому ты просто дал ключи и поехал. Ну, так и угонят спокойно. Ну, в принципе, могут и угнать, да, но здесь не очень эта тема популярна, поэтому машину здесь не очень угоняют. Здесь границы закрыты. С одной стороны Панама, с другой стороны Никарагуа. И, в принципе, границы не дырявы. То есть на машине ты ее по болотам, по лесам не преодолеешь эту границу, только по асфальту. Там везде эти пропускные пункты. И вот уже, чтобы выехать за рубеж, нужно иметь определенный документ. Если ты не собственник, ты его не получишь для выезда. Ну, и туда невыгодно продавать, потому что здесь дорого, а там дешевле. Да, и там машины дешевле, а здесь дороже, поэтому продавать их невыгодно. Но, наверное, какой-то криминал существует. Наверное, на запчасти могут там что-то перебить номера. Но я не знаю, я с этим не сталкивался. И, честно говоря, ну, я закрываю машину, но я вижу, что здесь многие не закрывают. Но здесь, правда, не так много прям мега-супер-современных машин. В среднем такой парк, наверное, годов 2010-2015. Но есть, конечно, более старые машины. Но это именно средняя такая где-то 10-летняя машина. Какие ходовые машины здесь вообще? Toyota, Honda, японский в основном. Ну, сейчас китайцы стали тоже появляться, но пока очень мало. Range Rover и Mercedes лучше не брать. Почему? Ну, если позволяет бюджет. Ну, потому что тяжело потом ремонтировать, ждать запчасти. Нет, 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 ничего здесь не тяжело. Здесь все это есть, все это доставляется быстро. Ну, просто бренды стоят дороже. Там BMW или Mercedes или Porsche. Они просто дороже стоят и в обслуживании в любой стране. Поэтому нет, здесь все это есть и все это присутствует. И запчасти, оригиналы. И есть, соответственно, станции обслуживания фирменные. Все это присутствует. Все это можно обслуживать. Если есть желание и деньги, почему нет? Третий и заключительный минус. А третий минус... Какой еще может быть минус? Ну, наверное, здесь красивая очень природа. И хочется ее посещать, в общем-то, так индивидуально. Но это довольно-таки опасно. Потому что все-таки здесь много диких животных. В том числе всякие тарантулы, змеи и так далее. Ядовитые лягушки есть. Здесь огромное количество флоры и фауны. Я даже читал, что чуть ли не 50% всего, что есть на Земле, я имею в виду разновидностей, присутствуют в Хоста-Риге. То есть их вот эти рейнфоресты, то есть вот эти леса вокруг вулканов, в горах и так далее, они просто фантастически красивые и богатые животным миром. И вот там нельзя гулять в одиночку и, в общем, вне определенных проложенных маршрутов. То есть есть всегда парки. Да, они платные, но там есть четкие маршруты. Есть с тобой проводник, который четко знает, куда идти, как идти. Потому что в одиночку, если ты здесь пойдешь просто с рюкзаком по горам, то можешь, в общем, попасть в неприятную ситуацию, быть кем-то укушенным или даже съеденным. Ну, крокодилы здесь также присутствуют, я имею в виду. Акула вообще есть в ограде? Нет, акул здесь практически... Ну, здесь есть маленькие, которые подплывают к берегу, они абсолютно безопасные, такие катраны их даже называют. Они не опасны для человека. А вот крокодилы, да, змеи. Скаты, медузы в воде. Скаты, да, есть. Но их не так много, но медуз нет. Нет, скаты есть, ну, животный мир и водный. Вот эти черепахи, но они не опасны для человека. Водные черепахи большие, очень такие прикольные, на самом деле. Их можно прям встретить. Вот такие минусы от Константина. Остались вопросы? Пишите в комментариях, подписывайтесь на телеграм-канал, там больше информации. Ну, еще минус, конечно, то, что лететь сюда далеко и разница часовых поясов с Москвой. То есть, если мы говорим про русский и те, кто живет в Европе, да, то часовая разница 9 часов с Москвой, дальше там считайте по своим городам. Ну, и то, что лететь сюда, конечно, ну, практически сутки, да, с учетом пересадок, ожидания рейсов. Раньше было все быстрее, но из-за того, что сейчас теперь маршруты через Турцию или через Дубай, соответственно, практически сутки лететь. Составляйте свои маршруты. Да. Всем пока. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»